Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Весьма и весьма странно, что разработчики игры, прописав анимацию посадки в режим медитации, не дали нам возможности наслаждаться ей в реальном времени, а вставили эту чертовую экранную заглушку, которая портит всю атмосферу и не дает насладиться эффектом медитации и поделать клевых скриншотиков. Благо, нам на помощь приходят моды. И скажу сразу, без модов усадить Геральта в режим медитации так, чтобы был виден он сам и окружающий его мир, невозможно. А потому, если вы еще никогда не использовали моды или испытываете с этим проблемы, рекомендую ознакомиться с моим видео по модам, в том числе и о том, как их правильно ставить и откуда качать. Кликайте на видео или по ссылке в описании, это, кстати, можно сделать и после ролика. Но перейдем непосредственно к самой медитации. Еще в тот самый момент, когда я начал увлекаться модами к третьему Ведьмаку, я очень хотел найти мод на медитацию, так как он позволяет делать клевые подводки и прекрасные скрины. Но все оказалось не так просто, и сегодня я расскажу и покажу вам два способа, один из которых у вас точно пойдет, и которые принесут вам возможность садиться в позу медитации, и по желанию даже не только это. Начнем с простого. Идем на Нексус и просто ищем в поисковике моды по слову «медитация». Я ждал увидеть один-два варианта, но их оказалось аж шесть. Правда, два из них были про настройку текущей медитации. Один предлагал сесть Геральту на славянские карты и заживать семок. А четвертый лишь обесцвечивал злосчастный фон и то по мере возможности, при этом оставляя очертания Геральта и само меню управления временем. Нам такие варианты, естественно, не подходят. Остается два последних мода. Friendly Meditation и Preparations Meditation. Внимательно изучив оба мода, я выяснил, что по сути они относятся к большому моду, который касается корректировок нашего интерфейса и называется Friendly Hood. Friendly Meditation является его небольшим самостоятельным дополнением касательно медитации, а Preparations Meditation, в свою очередь, является альтернативой Friendly Meditation. Имея эту информацию, вы уже можете идти и ставить себе эти моды. И, пользуясь описанием, спокойно садиться в позу медитации. Все ссылки есть в описании. Тем, у кого получилось или те, кто давно пользуется этими способами, прошу отписаться в комментариях с пометкой, каким вариантом мода вы пользуетесь. И сразу скажу, что я вам завидую. Так как мой Ведьмак воспринимать эти моды отказался. И потому я начал искать альтернативные методы и моды, которые мне позволят делать то же самое. Но давайте на секунду прервемся. Это видео я выпускаю не просто так. Сейчас. Да, вот прям сейчас, в данный момент. В моей группе ВКонтакте проходит небольшой конкурс на самые красивые и самые атмосферные скрины по игровым мирам Ведьмака. Все подробности в группе, ссылка в описании. Участвовать могут все. Победители я звучу в рамках подкаста, они получат огромный респект от меня и несколько ключиков на Ведьмаков в Стиме. Для тех, кто еще не успел обзавестись такими. А это видео про медитации, худ, интерфейс и так далее, как раз для того, чтобы сделать классные скрины. На выходных мы еще займемся вопросами графона, и я сделаю обзор на те моды, которыми пользуюсь сам. Но вернемся к нашим модам. Для тех, кто уже попробовал установить френдли худ и компанию, но игра при запуске выдает ошибку, я расскажу еще один способ, точнее мод, которым пользуюсь сам. Глобально мод называется Immersive Cam. Прошу прощения за мой английский. Ссылка в описании. И как примерно понятно по названию, управляет он положением нашей камеры во всех аспектах игры. Например, можно сделать так, чтобы Геральт шел не по центру, а справа или слева. Можно настроить скорость движения, замедление в рамках боя при критерии отскоки. Мод глобальный и позволяет настроить очень многое. Но сейчас нас интересует его дополнение, которое позволяет настраивать медитацию. Но не все так просто. По дефолту данная медитация схожа с четвертым модом, который мы отсеяли в самом начале. Ведь здесь мы видим окно управления временем. Но используя совершенно небольшой баг, можно и с этим кое-что сделать. Вся хитрость в том, чтобы 3-4 раза подряд нажать на кнопку медитации. У меня это английская N. Тогда Геральт включит анимацию присаживания, но окно с управлением времени исчезнет. Вот такие вот замуты. Еще раз повторяю, пробуйте сначала Френдли Худ. Если я добью его, то сделаю отдельный большой обзор на него и заодно расскажу, как его запустить. Если не работает, то пробуйте Иммерсив Кам. Он у меня встал совершенно без проблем. Кстати, оба этих мода лучше устанавливать вручную, так как там нужно не просто переместить одну папку в другую, а кое-что настроить. Но оба этих мода есть на сайте ModGames. То есть с русификацией и русским описанием по установке. Ссылки, конечно же, в описании. А на этом все. Видео заслужило лайк, а я подписку на канал. Надеюсь, я помог вам сделать идеальный скриншот или как минимум немного разнообразить вашу игру. Если есть еще возможности присесть нормально в Ведьмаке, напишите об этом в комментариях. Не забывайте про программу Герой этого видео. Ссылка также в описании. И да, я действительно в зимнем белом саду. Попасть сюда не сложно, но чуть позже расскажу, как именно. Ну а я пошел делать билд, который обещал в видео про итоговый танкобилд на прошлой неделе. Увидимся в нем. И на этом пока. Всем пока-пока.